Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 30 января. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Еврозона с утра порадовала еще одним сильным отчетом по потребительскому доверию в Германии, которая выросла до максимальной отметки с августа 2007 года, достигнув уровня 8,2 пункта от 7,7 в предыдущем месяце. К тому же и Турция преподнесла приятный сюрприз. На фоне глобального падения развивающихся рынков, Центробанк Турции повысил процентную ставку с 7,5% до 12%, укрепив тем самым национальную валюту. Вслед за Турцией Индия и Бразилия подняли свои процентные ставки. Евро-доллар на этом фоне попытался возобновить восходящее движение, однако так и не сумел преодолеть предыдущий максимум, зафиксировав уровень подъема на отметке 1,3684. К сожалению, шоковая терапия от турецкого ЦБ, а затем от индийских и бразильских регуляторов, к которым позднее присоединилась ЮАР, не дала видимых результатов и была проигнорирована рынком. Волна страха накрыла рисковые активы, увеличив спрос на безопасный американский доллар. В этих условиях быкам по евро не удалось удержать валюты, от достигнутого максимума курс пары рухнул к нижней границе четырехдневного нисходящего канала, протестировав на снижении ценовой уровень 1,3603. Тем не менее, непродаваемый евро вновь подтвердил свою репутацию. В ожидании публикации в четверг позитивного отчета по труду и индекса потребительских цен в Германии, евро довольно быстро выкупили и уже на американской сессии пара снова торговалась в зоне утренних максимумов, завершив дневную динамику на отметке 1,3663. В нашем прогнозе на четверг предполагаем умеренное снижение курса единой европейской валюты к ценовому уровню 1,3638, а затем новую попытку быков возобновить восходящее движение и протестировать уровни 1,3685, 1,3700 и 1,3720. В этой зоне ожидаем возобновление снижения пары в направлении нижней границы диагонального канала 1,3600 и ниже. Британский фунт на фоне практически пустого экономического календаря дублировал на вчерашних торгах динамику единой европейской валюты. Не имея собственных драйверов для активного ценового движения, курс пары продолжил коррекционный откат и, реагируя на решение турецкого ЦБ, протестировал на подъеме дневной максимум 1,6594. Затем на волне панических настроений вслед за динамикой евро котировки валюты протестировали на снижении ценовой уровень 1,6526. Далее и до конца дня британский фунт торговался в узком диапазоне вблизи уровня закрытия среды и завершил сессию на отметке 1,6557. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем попытку пары протестировать на снижении уровень поддержки 1,6526. Если продавцам британской валюты удастся продавить пару ниже этого уровня и закрепиться под ним, снижение продолжится далее к целевым уровням 1,65 и 1,6460. Если же пробой не состоится, курс пары развернется на восходящее движение к ценовым уровням 1,6590, 1,6607, 1,6625 и, возможно, выше. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на четверг. Рост котировок золота на торгах в среду существенно изменила положение металла относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит теперь по ценовому уровню 1,271 доллар за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующей цели – 1,280 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на ценовом уровне 1,265 долларов. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовым уровням 1,259 и 1,252 доллара за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на отметке 20 долларов ровно. Если возобновится движение наверх, а это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 20,30 долларов и 20,40 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра сместился на уровень 19,70 долларов. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням 19,40 долларов и 19,00 долларов ровно за унцию. В экономическом календаре четверга Резервный банк Новой Зеландии опубликует свое решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются. Ставка будет сохранена на прежнем уровне 2,5%. Япония представит месячные данные по изменению объему розничной торговли. Китай опубликует январьский индекс деловой активности для производственной сферы. Германия отчитается по количеству безработных и уровню безработицы в стране, приведущий показатель 6,9%. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также предварительные данные по приросту ВВП за четвертый квартал 2013 года. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.